Друзья, всем привет! Недавно я шарился по Алиэкспресс и набрёл вот на такой девайс под названием GameSir F1 Joystick Grip И написано, что смартфон сюда не входит По сути дела, это не геймпад, как может показаться с первого взгляда Это, знаете ли, такой баф вашего смартфона для удобства игры на смартфоне Здесь ничего не нужно подключать по блютуз и ещё как-то По сути, это каркас из пластика, в который садится ваш смартфон Скажем так, для большего удобства, ну знаете, имитируя хват геймпада И на самом деле очень хорошо имитирует Материал, прям скажу, не особо вызывающий доверие Grip раздвигается на пружинах и за счёт этого фиксирует ваш смартфон в нём Но тот же iPhone 6 в нём сидит не особо уверенно Чего не скажешь, кстати, про Xiaomi Redmi 3 с большим размером диагонали Чтоб ваше устройство не царапалось, а корпус джойстика и сидел в нём, ну как бы, более плотно С двух сторон имеются вот такие вот поролоновые вставочки Слева, как вы могли заметить, у нас находится стик-контроллер Так называемый, это присоска, которая одевается на экран для большего удобства При управлении движения вашего персонажа в играх Но об этом удобстве, скажем так, чуть попозже Стик-контроллер можно убирать и пользоваться всего лишь навсего двумя рукоятками И на самом деле мне это было более удобно В теории его, конечно, можно и переставить на правую сторону Не знаю, в каких играх это нужно Но у меня так и не получилось, я боялся просто раздолбать данный девайс И бонусом в данном геймпаде на тыльной стороне имеется выдвижное колено Что позволяет использовать его как подставку Но на самом деле я использовал его вот в таком вот, в разложенном состоянии Но раза два-три, наверное, только в том случае, когда я, по-моему, ждал в Lineage очередь, пока я зайду на сервер Всё, более-никак Ну, кто-то, может быть, и смотрит фильмы То есть вот таким вот образом можно спокойненько использовать К моему сожалению, этот девайс я тестил всего лишь на двух устройствах На iPhone 6 и на Redmi Note 3 С iPhone будет, ну, примерно такая же ситуация С iPhone 6s, 7, 8 Они по форм-фактору примерно одинаковые Если сюда поместить просто iPhone 6 без чехла То играть там можно Но вот сидит он там недостаточно крепко И при незначительном движении можно его сдвинуть Но плюс в том, что все органы управления доступны За исключением кнопки Home Нет, она как бы доступна, но немного неудобна Также открыто отверстие динамика и гнездо зарядки Что позволит заряжать смартфон параллельно играя в игру А вот если у вас имеется оригинальный баттери-кейс от компании Apple То картина здесь меняется в лучшую сторону Помимо более правильного расположения стиков Такой сетап вот приобретает прям монолитность И все это выглядит и ощущается одним целым А вот картина с Redmi Note 3 Здесь немножечко получше в плане фиксации Сам же смартфон он немножко больше Но все же немного ерзает при большем воздействии Но если у вас есть вот такой Дешманский Сколько он? 50 рублей стоит Чехол для Redmi Note 3 Он спасет положение в лучшую сторону И теперь смартфон сидит там мертвого А вот тыльный динамик закрывается Параллоновой вставкой сзади Тут уж строение Redmi Note'а такое Так же заряжать его параллельно Играя не получится Точнее как Получится Но вам тогда придется его Немножечко сдвинуть вперед Ну как бы можно Да Ну имеется вот такой вот Небольшой недостаток А вот теперь поехали про удобство Поместив смартфон в этот Скажем так Каркас Уже становится удобнее Игра типа хват смартфона Более комфортный И действительно ощущение Геймпада в руках Вы так же управляете процессом На экране как и прежде Но теперь уже держите Смартфон как геймпад Абсолютно любая игра Становится более удобной И комфортной Чего кстати не скажешь Просто и контроллер С которым здесь вышел Косяк И я вам сейчас покажу К сожалению Не во всех играх Имеется возможность Выставить положение джойстика И тем самым Стик контроллер попадает Не совсем на то место Куда надо Вернее не на то место Куда он Вообще должен лечь Есть игры В которых выставляется Положение левого Экранного стика Но их немного В том же самом Guns of Booms Это проделать невозможно А вот В Heroes Evolved Это дело можно выставить И играть можно спокойно Друзья мои Я вам скажу так Задумка Очень хорошая Но не до конца Продуманная Например Тот же прикол Вот с этим Стиком контроллером Ну Не реализовано Безграмотно А он не попадает Туда куда нужно И в том же Guns of Booms Он вместо того Чтобы бежать Он идет Не хватает ему Радиуса Но Опять же скажу Я тестировал Лишь только на Афоне 6 И на Редми Стиком 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 Дмитрий Стиком Стиком Комфортно Играть И в целом Это Очень хорошая Начальная мысль Для реализации Подобных Девайсов Для бафа Вашего Устройства Пока! А чё ты Геймпад опять принесешь? У меня же и ниже геймпад Один, а две клавиши Где кнопки? Так клавиши или кнопки? А че есть разница? А вот на самом деле себе придумывай и сложнайся! Клавиши, кнопки, одно и тоже. Понял? Ну что это, геймпад? Я понял Сейчас кто-то там же геймпад, подожди Смотри! Выдал? Вот это я называю геймпад Чё, сервиза не сняли? Слушай, так неудобно получилось-то, а? Чё ты дел-то? Чего? Опять какой-то сервиз сказал? Спойлер? Что это? Хорош ругаться! Обратно-обратно! Это чё, раб что ли? Да ты чё-то из разницы, понял? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова